Уровень заболеваемости коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе значительно выше среднероссийских показателей в городах с населением до 100 тысяч человек. За месяц в период с 1 по 30 сентября в регионе было официально зарегистрировано 364 новых случаев заболевания коронавирусом. За этот же период выздоровели 317 человек. В сентябре было зафиксировано 11 летальных исходов от ковида. Уровень заболеваемости остается на прежнем уровне и в октябре. Ежедневно в будни регистрируется от 10 до 15 новых случаев заболевания. В выходные порядка 40. Одновременно лечение от ковида амбулаторно и в стационаре получают около 200 человек. Антикоронавирусные ограничения по решению регионального оперативного штаба продлены в Ненецком автономном округе до 31 октября. В регионе по-прежнему приостановлено проведение физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных мероприятий в помещениях с очным присутствием граждан. Исключение составляют тренажерные залы, фитнес-центры, тиры, центры активного отдыха, кинотеатры, плавательные бассейны, боулинг, клубы, детские игровые комнаты. Эти организации могут работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. В России ведутся работы по созданию списка граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам. Подать документы для включения в список граждане теперь могут в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг МФЦ. Соответствующее постановление утвердило правительство Российской Федерации. Цель создания списка – упростить оформление льгот для представителей малочисленных коренных народов. Им не придется собирать пакет документов для подтверждения национальной принадлежности. Порядок должен заработать с февраля 2022 года. Список формирует Федеральное агентство по делам национальности в электронной форме. Сейчас, чтобы попасть в этот список, человек должен отправить по почте в агентство заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Новое постановление сделает эту процедуру проще и удобнее для граждан. Подавать документы может и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах. В МФЦ в некоторых регионах России уже начали вести работу по сбору данных. Из-за востребованности программы ее было решено расширить на федеральный уровень, распространив на те регионы, где живут представители малочисленных коренных народов. В России проживает более 47 коренных малочисленных народов. Их численность составляет свыше 300 тысяч человек. В основном они живут на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами. В поликлиниках округа продолжается углубленная диспансеризация пациентов, перенесших COVID-19. В первую очередь на обследование приглашают тех, кто столкнулся с заболеванием средней или тяжелой степени тяжести. Напомним, с 1 июля 2021 года действует расширенная программа диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрослого населения страны. По инициативе президента Российской Федерации особое внимание уделяется пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией. Если ранее профилактические мероприятия были прежде всего направлены на ранние выявления хронических и онкологических заболеваний, то углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19. В рамках диспансеризации проводят общие и биохимические анализы крови, спирометрию, определение сатурации крови, тест шестиметровой ходьбы и рентгенографию органов грудной клетки. Определяют концентрацию Д-димера в крови у пациентов, перенесших заболевания средней и тяжелой степени тяжести. Если во время этих мероприятий терапевт замечает тревожные изменения, пациент направляется на эхокардиографию, компьютерную томографию легких и доплеровское сканирование вен нижних конечностей. Эти исследования составляют второй этап диспансеризации. В Ненецком округе углубленная диспансеризация проводится во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы и в Центральной районной поликлинике Заполярного района. С 18 октября вступает в силу постановление правительства Российской Федерации, согласно которому граждане, заключившие после 21 апреля 2021 года договорно-технологическое присоединение своих домовладений к газовой сети, но не подписавшие акт о подключении, смогут обратиться к исполнителю с обращением о заключении дополнительного соглашения к договору и возврате ранее уплаченных денежных средств по договору. На сегодняшний день в Ненецком округе на компенсацию смогут рассчитывать пять собственников, которые с 21 апреля дегазифицировались за свой счет и не подписали акт о подключении. Согласно новому порядку, затраты этим гражданам будут возвращены. Напомним, 21 апреля в рамках послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подводить газ к участкам домовладений без привлечения средств граждан. Теперь все расходы за так называемую «последнюю миль» уберет на себя газораспределительная организация или государство. Ранее все расходы на технологическое присоединение к газовым сетям нес заявитель, в том числе и за подготовку необходимого пакета документов. Услуга по социальной догазификации доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Участниками программы по социальной догазификации могут стать граждане, у которых будут соблюдены следующие критерии. Объект капитального строительства должен находиться в населенных пунктах, где до 1 января 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Еще одно условие – наличие технической возможности и без подключения с использованием инфраструктуры основного абонента. При этом объект должен быть зарегистрирован в Росреестре. Заявки на подведение газа до границ участков домовладений без привлечения средств граждан принимаются в ГУПНАО «Ненецкая коммунальная компания». Безработные жители Ненецкого автономного округа могут пройти бесплатное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Открыт набор на профессиональное обучение по специальностям повар, продавец продовольственных товаров, секретарь-администратор и пекарь. Обучение возможно в очной и дистанционной формах. Перед началом обучения необходимо пройти медосмотр с последующей компенсацией затрат. До конца года Центр занятости населения откроет набор на профессиональное обучение по следующим направлениям. Помощник воспитателя, оператор электронных вычислительных и вычислительных машин, кондитер, водитель погрузчика. Также можно будет пройти переподготовку водителям транспортных средств с категории «Б» на категорию «С». До конца текущего года планируется обучение по программам дополнительного профессионального образования по двум направлениям. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. И педагог-психолог. Обучение будет проходить в формате дистанционного обучения на базе уже имеющегося любого высшего или среднего профессионального образования. Прием заявлений на обучение осуществляется в Центре занятости населения НАО. За более подробной информацией обращаться по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на своих экранах. В Наринмаре наградили участников регионального этапа российской национальной премии «Студенты года-2021». Всего на премию было представлено 8 индивидуальных заявок и 1 коллективная заявка. Экспертная комиссия выбрала 6 победителей регионального этапа. Награждение состоялось в региональном центре молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Павел Жуков занял первое место в номинации «Лучшая творческая личность». В номинации «Общественных года» победу одержала корреспондент телеканала «Север» Катрина Тайбарей. Девушка учится в Наринмарском социально-гуманитарном колледже. Ее общественная деятельность больше связана с молодежкой ОНФ. А также она участвует во многих акциях и помогает организовывать мероприятия. Лучшим в номинации «Спортсмен года» стар Егор Лузгин. Окружной старостой года признана Екатерина Вучейская. Победителем среди участников номинации «Профессионал года» стал Дмитрий Хатанзейский. Командой номинации «Добровольческое объединение года» победу одержал клуб «Экос». Этот конкурс мотивирует студентов быть не только отличниками в учебе, но и добиваться успехов в социальной, творческой и спортивной жизни. Сейчас победители регионального конкурса участвуют в заочном этапе. Экспертный совет премии оценивает портфолио и конкурсные заявки ребят. Победители этого этапа пройдут в финал, который будет проходить с 6 по 11 ноября в Москве.